На вагу, на вагу, вагоне песни. Я вот это, вот это хочу посмотреть, ребята. 6 миллионов просмотров за 2 дня. Вы видели этот клип? Кто этот, кто видел, напишите в чат. Есть прикол, у меня прикольная история есть про эту штуку. Сначала посмотрим, потом расскажу. Досмотрите до конца, вы не пожалеете. Погнали. Ой, как я люблю лимбу, пацаны, вы бы знали. Ой, солнышко какое. С Новым Годом, друзья! Бля, вот с этой хуй... Вот с этого в голос я разъебался в первый раз. Все мы им братьим салют и... Бля, охуенно! Где мой любимый салат нас, мама зовет к столу. Я загадаю желание, чтобы исполняли желание. Это охуенно! Подождите, чат, объясните мне, почему вы так пишете? Почему, блядь? Почему хуйня? Почему кринж? Почему что? Вы не понимаете, что с этой целью и снят такой клип? Вы не понимаете, что с этой целью и снят? Ну, типа... Это же, блядь, это же охуенные гэги! Это же вот именно то, что нужно! Зови меня тостер, я поднял дозу всех своих пацанов. Все очень просто, мы уже звезды. Космос не так высоко. Семья загадает желание, я должен выполнить все. Этот бенгарский огонь, да горит, как этот год, и сидит рукой. И залагала. Да ты чё? Да вы чё? Охуеть, вот 21 век. Или кое сейчас? О! Да блядь! Я 720 ставлю, похуй. Пожалуйста, просто хочу клип. Пожалуйста, я хочу новогодний клип. 25 тысяч в месяц, да, хэштег 25 тысяч в месяц, блядь. Вот тебе, пожалуйста. Ну как так-то, блядь? Ну как так, блядь? Как так, блядь? Что? Короче, ладно, похуй. Ну, видимо, не надо досматривать. Что я вам хотел рассказать? Какую историю я вам хотел рассказать про этот трек? Смотрите. Смотрите. Что я вам хотел рассказать? Я тоже пройдёт. Хоу-хоу-хоу. Новый год. Волшебство. Я за на ёлку, чип бухой. Ведь этой ночи я буду звездой. Я закупил мандарин. За белыми всю ламбокинь, все пацаны ждут на квартире. Лерит, стул, ладьки, все за столом, под холодцом. Меня бутыл столик накрыло, мне бутерброд с красной икрой, прям как в России. Рассказал я Дед Мороз, стих стоя на стуле, он сказал нормально, но раньше было лучше. А это мой куплет на эту песню. Вот так вот. Вот, я должен был быть на этой песне, но меня послали нахуй оттуда. Я вам больше скажу. Изначально я как бы, ну, был одним из, ну, родоначальник идеи Лимбо, я присоединился первый к этой идее разгонять. Мы вместе с Лимбосом разгоняли эту идею и, ну, собрали большой костяк артистов, а потом меня дружно послали нахуй с этой песни. А угадайте, почему? Угадайте. А потому что меня Оксимирон задисил. Они такие, нет, нет, все, ты клоун, мы не хотим. Ладно, на самом деле, ну да, да, чат уже догадался, почему. Потому что некоторым артистам намекнули, что нельзя иметь дел с этим законтачным иноагентом, иначе будет плохо, вот так пальчиком сделают. Артисты такие, некоторые, некоторые артисты такие, «Ах, блин, нет, блин, наверное, наверное, а давайте пошлем нахуй его с трека». Причем я первый, ну, первый как бы был на этом треке родоначальником один из, да, и нет, чтобы, там, не знаю, подумать о том, что, блин, наверное, просто я не буду в этом участвовать. Нет, просто нахуй послали с трека. Я еще смотрел реакцию некоторых артистов на клип, и некоторые артисты даже боятся имени моего назвать. Говорят, нас было больше изначально на этом треке, а потом у некоторых не получилось. Даже имя боятся. Я тоже тогда буду бояться имя ваше называть. А вы прикиньте, как я разъебал бы этот клип нахуй. Прикиньте, как я выебал бы этот клип просто. Да, пацаны. Ну, в любом случае, я очень, я не обижен. Все, я понимаю, я понимаю пацанов, я понимаю, почему они побоялись со мной контактиться. Да, вы все пишете про Крит-Крит, но этот, я же говорю, некоторые, я же не говорю, что кто-то один. Это коллективная идея. Я понимаю, я не обижаюсь, но просто хотел вам рассказать, поделиться, что вот я должен был быть на этой песне. И принимал непосредственное участие в написании. Даже кому-то помог куплет написать. Праздник унесет, праздник унесет, вдаль от всех забот. Старый год прошел, и это тоже пройдет. И всем привет к ребятам. Да, блядь! Да почему? Ну почему? Ну почему, блядь? 25 тысяч рублей, сука! Да и похуй! Ну пожалуйста! Это мой любимый куплет! Я хочу свой любимый куплет послушать, блядь! Ну пожалуйста! Пожалуйста! Блядь, ты из... Давай 144, мне похуй! Пожалуйста, просто... Почему? Что может жрать так интернетов в этом доме? Я один сижу здесь. Почему? Ну почему, блядь? Ну почему, блядь? Все же норм... Вот! 25 тысяч рублей, нахуй! Ладно, короче, ну вы поняли. И я, кстати, я даже был на этих съемках. Вот я же говорил, что я первый раз Дис Мирона посмотрел на пути в Казахстан. Я даже прилетел на съемки просто поугарать где-то, знаете, там... Хотел, может, ну понаблюдать за съемочным процессом, где-то что-то добавить. Типа, знаете, ну как режиссер хотя бы поработать. Но получилось так, что я упоролся нахуй и просто под капельницей лежал там, слюни пускал. Вот так я на съемки съездил, блядь. Приехал на съемочную площадку и через 10 минут уже лежал вот так в слюнях и капельница вот здесь была. Вот так я съездил на эти съемки. Ну и что, что вам сказать? В целом, блядь, я считаю, что очень недооценена, очень недооценена эта работа, потому что она охуительная. Каждый из пацанов охуенно звучит, блядь. И клип разъеб. Вот причем клип сам Лимбо делал. Ну типа сам сценарий написал, прикиньте, Лимбос, гений. Сам сценарий написал. Все эти приколы, блядь, с пончиками. То, что на часах там 4.24. И они там все веселятся. Ну пожалуйста, я можно покажу людям, блядь, клип? Пожалуй, о. 4.24. Охуенно. То качество, которое мы заслужили. Ахули, терпите. 4.24 там. И все типа такие, ура, блядь. Это же великолепные гэги просто. То, что там Дед Мороз дарит пацанам роликсы, а Владу А4 этот шарик со снегом. И это, блядь, это разъеб. Короче, великолепный клип, великолепная песня. Я считаю, что она слишком мало внимания ей уделили. Сейчас, когда вы знаете всю правду про эту песню, как меня безжалостно послали с нее нахуй, я считаю, что нужно идти, послушать и посмотреть клип еще раз. Потому что он охуенный. И он, блядь, он прям вот мне нравится, я доволен. Че там за... А, вот, да, вот Егор написал в чате, говорит, скучаю по куплету. Ну, а что, а вы нахуй меня послали, блядь. Вот не скучайте теперь. Что ж поделать. Правильно сделали, говорят. Ну да, согласен. Блядь, ну почему все лагает, сука? Ну что за дичь? Да, а я бы, мне кажется, так бы, так бы разъебал просто. Особенно клип. Это же вот прям вот такие шуточные темки. Это же прям мое. Я прям как рыбка в воде там, блядь, плаваю, плаваю.